Утки плавали. Не знаю, сколько этажных зданий будет. С этой зимы под окнами Венеры Кашафовой прописалась техника. Вместо деревьев и кустарников торчат вбитые сваи. Можно было бы, конечно, пруды поставить, деревья, чтобы было красиво. Посидеть, дети бегали. Ближайшие дома от стройки отделяют чуть больше 10 метров. Что сейчас здесь строят, гадают жильцы всех соседних домов. Обойдя эту территорию по периметру, и мы не нашли здесь паспорта объекта. На карте, напротив авторынка, место застройки отмечено как зеленая зона с озером. Войдя на территорию, мы увидели лишь небольшую лужу. Строители были неразговорчивы. А что здесь будет вообще? В тайном круге. Какое? А паспорт объекта где у нас? Сами жители во мнениях разделились. Одни считают, что место можно было бы облагородить. Другие, что от былой красоты здесь уже ничего не осталось. Ну, во-первых, шумят. Во-вторых, тут все равно соловьи. Слушанные пени. Было грязное болото. Куда ходили по нужде. Со всего авторынка. Так что, если там что-то устроят, это даже хорошо. Ничего не написали там. Никто нам ничего не сказал. Никто нас не предупреждал, что там будет. По нашему запросу в исполком Казани нам ответили, разрешение на строительство не выдавалось. В адрес инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан направлено письмо о 23 апреля 2018 года, номер 0524-33, о необходимости проведения проверки указанного земельного участка и принятии мер в соответствии с действующим законодательством. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.